Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и это мой coming out. Я родился 26 февраля 1990 года и вот уже более 25 лет думал, что же со мной не так. И на днях меня просто озарило, трахнуло меж глаз. Я понял, я не еврей, вот что со мной не так. Но хотя если верить людям на улице, если верить людям в комментариях к некоторым моим видео, я все-таки еврей. И я так и имею вам сказать, что хватит делать мою голову беременной. Позвольте я раскрою вам несколько секретов. Первый секрет в том, что если человек не родился евреем, но отрастил бороду, это не значит, что он еврей. Борода не меняет национальность. Но если вы, конечно, так считаете, то, пожалуйста, высадите меня с этой планеты на следующей остановке. Второй секрет в том, что если человек защищает евреев, это тоже не значит, что он еврей. Возможно, он нацист, который хочет втереться к ним в доверие. Ну и третий секрет в том, что если у человека есть борода, не обязательно, что он еврей. Он может быть мусульманином, хипстером, батюшкой или просто человеком, у которого растет растительность. Тяжко с такими мыслями жить в современной России. Я не выступаю в защиту евреев, но меня очень сильно огорчает, когда русский, как он считает, человек с пеной у рта, кричит о ненависти к евреям, не приводя никаких адекватных аргументов в защиту своей хрупкой позиции. Считаю, что Холокост нужно было производить именно для таких людей. Пару лет назад я делал одно видео, в котором осуждал довольные выкрики толпы относительно того, что случилось в еврейской автономной области. Там тогда был потоп. И в том же видео я предвидел, что все эти имбецилы, которые будут писать мне комментарии, которые писали, что я еврей, что хер лету забыл, не смогут мне даже сделать видеоответ. А тогда это можно было сделать, я все-таки достаточно старый видеоблогер. И вот я это говорю с экранов, монитора, в их лица, они смотрят, пишут комментарии. И чтобы вы думали, никто не сделал видеоответ. Обидно, что являешься частью этой страны и национальности, в которой живут такие отбросы. Мой вердикт на сегодня в том, что я надеюсь, что каждый, кто основывает свою ненависть к живым или неживым существам на каких-либо эмоциях или на дурацких стереотипах, помрет в своих токсичных выделениях. С вами был Данил Ирышкин. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дислайк. Субтитры сделал DimaTorzok